Мы были влюблены в Него с самого начала. Мы будем влюблены в Него и в конце концов. Именно в нашем Духе Свет Божий вибрирует с такой чистотой, что вскоре то, что находится внутри нашего сердца, приведет к трансформации. Одна из причин, по которой Адам мог ходить в совершенном единении с Божественной природой, заключалась в том, что он был сотворен из той же самой субстанции, и эта субстанция – Свет. В глубине души мы всегда знали, что это правда. Мы все чувствуем, что глубоко внутри нас есть что-то Божественное, если бы только мы могли каким-то образом установить с этим контакт и заставить его проявиться в земном царстве. Потому что мы находимся в процессе преображения, и на этом пути нам предстоит множество вещей, которые нам предстоит преодолеть. Когда мы победим до конца, мы станем столпами в Храме Всевышнего Бога и больше не будем выходить из Его пределов. Но даже препятствия, которые возникают в нашей жизни по мере того, как Бог готовит нас к преображению, открывают перед нами новые возможности. Это возможность возобновить свой путь к исполнению любви, радости, покоя и полной самореализации. Когда ты впервые начала учиться ходить, или когда ты научилась говорить, когда мы впервые научились читать, или когда мы впервые научились ездить на велосипедах, мы могли допустить ошибки и в результате немного пострадать. Но в нашем божественном замысле заложено преодоление этих препятствий для того, чтобы добиться позитивных перемен, которые в конечном счете приведут к самореализации. Чтобы обрести истинную самореализацию, мы должны научиться достигать той цели, ради которой послал нас Яхве. Жить хорошей жизнью, даже духовной жизнью, недостаточно. Просто потому, что человек живет хорошей жизнью, это еще не значит, что он достиг той цели, ради которой был послан. Многие люди приходят в этот мир, так и не выполнив на самом деле своего божественного предназначения. Они могут быть замечательными людьми. Они могут быть людьми, любящими Иисуса. Они могли бы жить хорошей жизнью, но если они не будут выполнять ту цель, для которой они были созданы, они не обретут полного удовлетворения, которого Господь желает для нас. Именно здесь мы обретаем свой истинный уровень самореализации. Мы должны изменить свое мировоззрение, чтобы понять, что препятствия и проблемы, возникающие в нашей жизни, являются ориентирами на пути к нашей цели в этом мире. Когда в твоей жизни наступают трудные времена, у тебя есть возможность выбрать два пути. Ты можешь либо стать лучше, а это значит, что ты выбрала тот путь, по которому Бог хочет, чтобы ты шла, либо ты можешь ожесточиться, что вергнет тебя в хаос, в мучении из-за отсутствия способности исполнить свое божественное предназначение. Все препятствия, которые встречаются в нашей жизни, являются ступеньками на пути к подлинному преображению каждого из нас как личности, а через нас к преображению всей Земли в глобальном масштабе. В буквальном переводе этого термина это слово означает частоту или несколько частот, соединенных вместе для общения. Таким образом, свет — это кодовое слово, обозначающее всеохватывающее сияние божественной любви. Это божественная любовь. Мне это очень нравится. Позволь мне повторить это еще раз. Свет — это кодовое слово, обозначающее всеохватывающее сияние божественной любви. Это сияние предназначено для того, чтобы порождать божественную любовь. Точно так же, как солнечный свет включает в себя все цвета спектра, свет Яхве включает в себя все, чего мы действительно хотим и в чем нуждаемся. По мере того, как мы начинаем соприкасаться с божественной природой, все, в чем мы нуждаемся, будет нам обеспечено. Исцеление будет обеспечено само собой. Процветание будет обеспечено само собой. Самореализация будет обеспечена. Вся та любовь, мир и радость, в которых мы нуждаемся для того, чтобы жить в Царстве Земли 24 часа в сутки, будут нам обеспечены. Так вот, этот свет нам очень и очень трудно объяснить словами. Это свет исполнения той радости, которую ты испытала. Из всех атрибутов нашего Создателя, которые заключены в этом свете, существенным и определенным является то, что является бесконечным и безграничным желанием любить, дарить любовь и делиться любовью с другими людьми. Желание делиться – это одновременное и фундаментальное свойство Яхве и истинная причина сотворения всей Вселенной.